Милитаризация в Арктике. Военное присутствие в арктической зоне стремительно увеличивается. Россия стремительно расширяет свой военный потенциал в Арктике, что не могло остаться без внимания со стороны других стран-членов Арктического Совета, а в частности Соединенных Штатов. В воскресенье в связи с поездкой госсекретаря Энтони Блинкина в Данию было обнародовано заявление о том, что власти США и Королевство Дании обеспокоены усилением военного присутствия России в Арктике и считают важным защищать ключевые объекты инфраструктуры в регионе. В теме продолжим разбираться в нашем сегодняшнем выпуске. Это передача «Глобальная дискуссия» с Анастасией Лавриной. Здравствуйте, наши эксперты. Для начала я их представлю. Это Эльгар Велизаде, политический обозреватель, Андрей Коробков, профессор политологии университета штата Теннесси и Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Здравствуйте, уважаемые эксперты, добро пожаловать к нам в эфир. Здравствуйте. Добрый вечер. Господин Коробков, позвольте начать дискуссию с вас. Арктика, милитаризация, эксперты все чаще отмечают, что страны-участники Арктического совета стараются наращивать свое военное присутствие, но более всего их беспокоит военная мощь России, которая в последнее время там также активно усиливается. Турне господина Блинкина и его участие в Арктическом совете, которое должно быть проведено в среду и в четверг, ну и его визит в Данию, где отмечалась также важность предотвращения военного развития России в Арктике. Что вы можете сказать об этом, в частности, какие интересы Соединенных Штатов сейчас на сегодняшний день превалируют во внешней политике Соединенных Штатов в отношении Арктики? Этот вопрос в последнее время крайне волнует американское руководство. Началось это, пожалуй, при Трампе, когда был подготовлен доклад правительственный, который говорил о том, что у Соединенных Штатов есть один функционирующий ледокол, еще один заложен. В то время у России было 54 по американской версии, и Китай строил четыре одновременно ледокола. И этот доклад сразу заявил, что этот вопрос и экономический, и военный, который должен быть очень быстро решен. Поэтому Трамп всячески продавливал идею о том, что нужно развивать как экономический, так и военный компонент арктической политики. И планируется строительство глубоководного порта на Аляске. Заложены еще четыре ледокола, и туда направляются значительные средства. Здесь три основных измерения этой политики. Первое – это собственно военная, военно-стратегическая. Второе – это вопрос транспорта. И США с очень большой настороженностью смотрят как на попытки России сформировать новые транспортные коридоры, так и на китайскую сейчас модель северного шелкового пути, над которым Китай очень активно работает, при том, что Китай технически не является арктической державой, у него нет выхода в этот регион, но он очень активно демонстрирует свой экономический и военный интерес. Поэтому, хотя очень много говорится о России и ее активности в регионе, реально США с таким же интересом и с такой же осторожностью смотрят на деятельность Китая в этом плане. И, естественно, формирование таких новых транспортных коридоров, если потепление, скажем, продолжится, оно абсолютно меняет конфигурацию как транспортных путей вообще во всем северном полушарии, так и военно-стратегическую ситуацию. Третье измерение — это, естественно, доступ к ресурсам Северного Ледовитого океана. Вот много было шума и шуток по поводу Демарша Трампа в сторону как раздания его заявления о желании купить Гренландию. И, в принципе, хотя в то время это было отметено как какая-то шутка, но американцы будут очень серьезно работать в этом направлении, пытаться предложить какие-то... То есть, если не купить, то завладеть островом каким-то образом? Ну да, не обязательно же провозглашать полный суверенитет. Можно пытаться поддерживать независимость Гренландии, если там сформируются какие-то местные группы. Можно работать по модели экономического проникновения. Известно, как американцы сработали в свое время с Исландией, построив там военную базу во время Второй мировой войны, когда Дания формально была под нацистской оккупацией, а США установили военный контроль над частью в то время территории королевства. И вот само по себе любопытно, что Блинкен заявление и отправляется с визитом прежде всего в Данию. То есть, страну, которая сама является арктической державой, которая с настороженностью тоже смотрит на расширение и российского, и китайского присутствия там, ну и одновременно владеет Гренландией. То есть, как бы ищет союзников в первую очередь для себя, для Соединенных Штатов? Союзник тут очевиден, да, поскольку обе страны являются членами НАТО, и обе рассматривают и Россию, но и также и Китай в качестве потенциальных как соперников, так и угрозы. Тут, в общем, эти контакты, какие-то соглашения, они логичны. Но, естественно, США тут тоже преследуют свои очень такие ясные и четко очерченные цели. Это, повторю, в общем, три основных компонента. Первый – военно-стратегический, второй – это вопрос транспорта, и третий – это вопрос доступа к ресурсам. А здесь очень важен выход к самому океану с тем, чтобы иметь свою экономическую и прочие зоны, которые признаются международным правом. Я считаю, очень важные три момента, которые вы отметили, так, суммировав интересы Соединенных Штатов Америки в отношении Арктики. Я хочу сейчас передать слово нашему уважаемому эксперту из России Дмитрию Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Господин Суслов, здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир. Здравствуйте. Вот хочу узнать как раз-таки ваше мнение. Профессор Коробков хорошо суммировал интересы Соединенных Штатов, как я уже отметила, в отношении Арктики. Можете вы суммировать интересы Российской Федерации в отношении к Арктике как раз-таки? И почему именно сейчас Россия уделяет такое колоссальное значение наращиванию военного присутствия там? Ну, на макроуровне двумя, я считаю, что на макроуровне у России два стратегических интереса в Арктике – это безопасность и развитие. И Арктика играет стратегически важную роль для России. Россия – это главная арктическая страна, обладающая наибольшим арктическим побережьем и арктическими территориями. И для России Арктика – это по меньшей мере 10% российского валового внутреннего продукта, это по меньшей мере 20% всего российского экспорта. И это несколько миллионов человек, которые проживают на этих территориях. Поэтому действительно для России Арктика, она чрезвычайно важна и с точки зрения развития, и с точки зрения безопасности. И Россия как раз она и обеспечивает и то и другое, как военными, так и политико-дипломатическими и правовыми методами. И международное сотрудничество в Арктике, включая начинающееся председательство России в Арктическом совете, для России как раз нужно тоже для этих целей. И для обеспечения безопасности России в Арктике. И под безопасностью Россия подразумевает не только обороноспособность, не только сохранение положения России как главной в военном политическом отношении страны в Арктике. Это, опять-таки, абсолютно нормально, учитывая большую роль, гораздо большую роль, которую Арктика играет для России, нежели чем для кого-то еще. Но под безопасностью Россия также понимает возможность контролировать северный морской путь, возможность контролировать российские арктические акватории. И здесь у нас очень серьезное несогласие, конечно же, с Соединенными Штатами, которые не признают соответствующее российское требование и соответствующее российское право. При том, что это право на сегодняшний день предусмотрено 234-й статьей Конвенции ООН по морскому праву, которая касается территории покрытых льдом. И международное сотрудничество необходимо России для развития Арктики, потому что сама Россия, конечно же, полагаясь только на внутренние ресурсы, не способна обеспечить это развитие. Это развитие жизненно важно, еще раз говорю, для России как страны. Почему именно сейчас Россия уделяет еще более приоритетное внимание Арктике? Ну, потому что меняется фундаментальная ситуация в этом регионе. И я назову два главных драйвера этих изменений. Первое – это такое общеглобальное изменение – российско-американская конфронтация, которая при этом дополняется еще и американо-китайской конфронтацией, которая тоже имеет место в Арктике. А второе – это таяние льдов, это изменение климата. В Арктике, в арктическом регионе, изменение климата происходит примерно в три раза быстрее, чем по планете в целом. И проявляется оно как раз в таянии вечной мерзлоты, в таянии льдов и открытии Арктики ото льда. Ледовый покров Северного Ледовитого океана стремительно сокращается. То есть Арктика открывается, и это фундаментально меняет ситуацию. Он просто радикально меняет ситуацию по сравнению с предыдущими десятилетиями и даже столетиями. Поскольку Арктика открывается, в нее пытаются все войти, в том числе неарктические страны, в том числе Китай и другие неарктические страны. Причем войти не только в качестве участников отдельных проектов, но и претендуя на управление Арктикой, претендуя на право принятия решений в Арктике, с чем Россия, конечно же, согласиться не может. Во-вторых, таяние льдов, вот как четко написано в американских военно-арктических стратегиях, я напомню, что за последние три года Соединенные Штаты приняли ровно три военно-арктические стратегии по Арктике в 19, 20 и 21 годах подряд. Так вот, там прослеживается очень такая четкая мысль, что открытие Арктики ото льда, освобождение Арктики ото льда превращает ее в очень удобный коридор проецирования силы. То есть, если раньше Арктика была буфером, который отделяла Советский Союз и Соединенные Штаты друг от друга, то теперь она превращается в коридор для проецирования силы, и, соответственно, Соединенные Штаты начинают наращивать свое военное присутствие в Арктике. Арктика объявлена преференциальным регионом, где Соединенные Штаты наращивают свое военное присутствие, и действительно самая крупная база истребителей пятого поколения Соединенных Штатов создается именно в Арктике. Россия, конечно же, вынуждена учитывать это. И третье. Открытие Арктики ото льда способно подорвать, создает риск подрыва нынешнего международно-правового режима, который обеспечивает эксклюзивные права арктических стран, приарктических стран, на арктические акватории. Арктика, Северный Ледовитый океан рискует превратиться с точки зрения международного права в обычные международные воды, просто в нейтральные воды, где должна быть обеспечена полная свобода судоходства за пределами 12-мильных территориальных вод. С точки зрения России это колоссальная угроза. Колоссальная угроза, опять-таки, учитывая ту роль, которую Арктика играет для России. Поэтому Россия опасается, что в Арктике мы... А Соединенные Штаты, кстати, уже говорят, что они не согласны с стремлением России обеспечить контроль над российскими акваториями, что Соединенные Штаты будут демонстративно и целенаправленно обеспечивать свободу судоходства в Арктике за пределами 12-мильных территориальных вод. Даже несмотря на российские возражения. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что мы в Арктике можем столкнуться примерно с той же самой ситуацией, которая имеет место в Южно-Китайском море. Когда американские суда, так сказать, демонстративно совершают проходы по тем территориям, которые Китай считает своим. И это периодически приводит к эскалации ситуации в Южно-Китайском море и очень серьезно работает на обострение американо-китайских отношений. Вот примерно тот же самый сценарий мы рискуем получить в Арктике. Для России это очень серьезная угроза и поэтому Россия, конечно же, обращает все больше и больше внимания и стремится купировать эти угрозы. С одной стороны, наращиванием российской военной инфраструктуры в Арктике, но с другой стороны, развивая международное сотрудничество в рамках Арктического совета с арктическими странами. Делая упор, например, на проблематике изменения климата, на экологическом сотрудничестве для того, чтобы купировать или, по крайней мере, уменьшить эти угрозы. Вот вы как раз таки сказали про страны, которые не входят в Арктический совет, но которые также имеют свои интересы в регионе. В частности, это касается и Китая, которая в рамках проекта статуса наблюдателя, да и в частности пытается все больше развивать свое присутствие в Арктике. Но есть еще одна страна, которая имеет свои интересы, это Беларусь. Поэтому я сейчас предлагаю заслушать мнение нашего уважаемого эксперта из Беларуси, как раз таки господин Авдонин. Расскажите нам о интересах Беларуси, которая в сотрудничестве с Китаем, мы знаем, пытается реализовать совместные проекты, которые касаются и шелкового пути. В частности, как Беларусь смотрит на ситуацию, которая сегодня разворачивается в Арктике, милитаризация, и в то же время, как она далее планирует выстраивать свои собственные проекты и интересы в этом регионе. В сотрудничестве, либо уже единолично. Да, здесь важно отметить несколько составляющих. В первую очередь, что Беларусь, понятно, не имеет своего выхода к морю никакого, поэтому, естественно, это не морская держава. Она реализует свои проекты исключительно с крупными странами, в первую очередь Россией и Китаем. В части китайских проектов, это, конечно же, вовлечение Беларуси в проект шелкового пути. Есть сухопутный, и он полностью действует, то есть это железнодорожные пути, которые соединяют Беларусь и Китай по доставке грузов по железной дороге. Естественно, вторым альтернативным путем, и это сегодня активно обсуждалось, как раз является Северный морской путь. Доставка грузов по нему является, безусловно, и более скорой, и по стоимости гораздо ниже. Естественно, для Беларуси, которая сейчас развивает вместе с Китаем ряд проектов по построению индустриальных парков, Великий Камень как таковой, где организуются и сборочные производства, и производства по созданию новых продуктов, ориентированных как на рынок ЕС, так и на другие страны других регионов. Поэтому однозначно доставка тех или иных составляющих, комплектующих в наш регион из Китая в короткие сроки является важной. Поэтому однозначно сейчас Беларусь в рамках различных проектов и научных, и связанных с исследованием Арктики, пытается быть вовлеченным в такие проекты. Но кроме индивидуальных каких-то наработок, в первую очередь связанных с работой Академии наук Беларуси в этом направлении, есть в том числе и проекты в рамках союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. Создан в том числе фонд Арктика СГ, который занимается в том числе проработкой вопросов и наработкой таких нарративов по участию Беларуси в освоении Арктики. И если не брать экономическую составляющую, то, конечно же, Беларусь здесь готова предложить несколько схем, несколько вариантов сотрудничества, в первую очередь в рамках проекта, который реализует Российская Федерация. Это и темы, связанные с машиностроением, то есть техникой, которая готова работать в сложных климатических условиях. Второе направление, это, конечно же, связанное с переработкой нефти и изготовлением тех моторных масел, топлив, которые бы могли работать в сложных тоже климатических условиях. И третье направление, это связано с возможностью создания инфраструктуры в разных частях как раз Северного морского пути. И одно из таких тоже технологических направлений, это создание спецодежды для тех, кто будет как раз осваивать и заниматься Арктикой. В Беларуси после Советского Союза сохранен большой потенциал легкрома. Предприятия развиты, производят высокотехнологическую продукцию, которая в действительности используется в том числе в Арктике для работников, для военнослужащих. Поэтому потенциал большой и мы однозначно как страна среднего уровня, среднего размера, заинтересованы в расширении рынков сбыта. Безусловно, мы не являемся локомотивом, мы являемся только составляющей и можем действовать совместно либо с Россией, либо с Китаем в крупных проектах. Олег Гармалин, говорить об интересах стран и затрагивать интересы Азербайджана в Арктике довольно трудно. При этом, когда случилась ситуация с блокированием Советского канала, обсуждались два альтернативных пути. Это первый, который должен был проходить через наш регион. И второй, это Северный морской путь, который сейчас находится в разработке. И многие эксперты уже прогнозируют, что может стать хорошей альтернативой Советскому каналу. Но в целом, ваше мнение, как эксперты из Азербайджана, ограничится ли наращивание военного потенциала в Арктике лишь усиление военной мощи Соединенных Штатов и, скажем, Российской Федерации? Или же другие страны, видя подобную обстановку, страны-члены Арктического Совета, все-таки решат сами присоединиться к этой гонке вооружений, что в результате может привести не к стабильности, а наоборот, к эскалации всего этого региона? Как вы считаете? Ну, на самом деле, конечно, Азербайджан далеко не арктическая страна. У нас, значит, своя география, свои интересы взаимодействия с различными государствами. Ну, а посредованно, конечно, нас эта тема касается, в том числе в связи с реализацией крупных транспортных проектов в этом регионе. Дело в том, что мы самым активным образом реализуем проект транспортного коридора «Север-Юг». И основные, скажем, порты, основная транспортная инфраструктура, которая находится на севере вот этого мультимодального транспортного коридора, она как раз-таки выходит либо на Балтийские, либо на Арктические порты. Поэтому в том или ином качестве нас эти процессы интересуют. Тем более, что в рамках реализации проекта «Один пусть, один путь» северный маршрут, который в том числе распадается на континентальный и проходящий через Северный Ледовитый океан, вот так или иначе сопрягается с этими транспортными потоками, которые относятся или же касаются и нашего региона. Но что касается вопросов, связанных с милитаризацией непосредственно, надо обратить внимание на базовые моменты, кто является арктическими государствами. Это Соединенные, ну естественно Россия, Соединенные Штаты Америки, Дания, Норвегия, Канада. И кроме России все эти государства являются членами НАТО. Поэтому в данном случае, наверное, следует говорить о соперничестве по линии Россия-НАТО, военно-политическом соперничестве. И, скажем так, какая-то отдельная компонента, если Норвегия усилит свое военное присутствие в регионе, это будет на руку НАТО в любом случае, Соединенные Штаты, Дания. Это все будет на руку НАТО, это единый механизм, есть определенные единые подходы, есть, конечно, разница во взглядах, есть определенное соперничество, но так или иначе это тюнатовские государства. В целом это усиливает глобальную гонку вооружений, глобальное противостояние, межблоковое противостояние. Это в целом ухудшает геополитический фон, конечно, радовать это нас не может. Почему? Потому что мы видим, как геополитическое соперничество крупнейших, скажем, игроков находит свое выражение и в нашем регионе, и в сопредельных регионах. Ни к чему хорошему это не приводит, к сожалению. Усиливается конфликтная составляющая, конфликтный потенциал. И в этом смысле, конечно, те процессы, которые происходят сегодня в Арктике, они так или иначе будут экстраполироваться на весь остальной мир, в различной форме. Кроме того, здесь еще необходимо говорить о реализации положений конвенции по морскому праву. Те вопросы, которые не находят свое выражение, реализацию на севере, в частности, в пределах Северного Ледовитого океана, они так или иначе знакомы государству, которые находятся в других частях света, которые также имеют свои, скажем, подходы по отношению к этой самой морской конвенции. Вот, в частности, это, конечно, разные географии, но подходы здесь так или иначе можно коррелировать. Греческо-турецкие споры за акваторию, за морскую акваторию, связаны так или иначе с незакрытостью тем, которые фигурируют в морском праве. Да, вот эта разность подходов, она усиливает это геополитическое соперничество, соперничество отдельных государств. Здесь, конечно, следует говорить о том, что желательно эти вопросы решать к обоюдному согласию, а не прибегать все-таки к использованию конфронтационных механизмов. Абсолютно точно. Я согласна с вашим мнением. Конфронтация, она еще, если и в этом регионе будет активно набирать свои обороты, то это не приведет ни к чему хорошему. А мы видим, что заявление Соединенных Штатов Америки, в частности, те заявления, которые сделал господин Блинкин перед началом своего турне, говорят о том, что США не намерены останавливаться, а наоборот, идти все дальше и дальше. Господин Суслов, такой вопрос к вам. Российская сторона, вот в СМИ прошла информация, собирается поднять вопрос о попытках Норвегии втянуть НАТО в арктический регион на предстоящей министерской встрече Арктического Совета. Сейчас уже идут разговоры о том, что Норвегия пытается именно силы НАТО привлечь в Арктику, что не нужно никому, и мы можем только предположить, какая реакция последует со стороны России, если вообще этот вопрос каким-то образом будет подниматься на обсуждениях. Я думаю, Россия однозначно будет выступать против этого. На ваш взгляд, вероятно ли это? Возможно ли, что какая-то страна члена Арктического Совета все-таки выведет это на всеобщее обсуждение? Может ли добиться каких-либо перспектив в этом? И в целом, насколько это повредит хоть какой-то шаткой стабильности, которая сейчас там имеется? К сожалению, это очень реальная перспектива, потому что Арктика становится одним из регионов дополнительных российско-натовской и российско-американской, в частности, конфронтации. Происходит как бы перетекание общей конфронтации на Арктический регион. И, к сожалению, этот процесс необратим. Он необратим по двум причинам. Потому что российско-американская конфронтация, к сожалению, будет продолжаться еще достаточно долго и интенсивно. Мы видим, что она даже интенсифицировалась с приходом администрации Байдена. И сейчас происходят некие попытки остановить эту интенсификацию конфронтации, поставить ее в определенные рамки. Но, тем не менее, речь идет о том, чтобы она не эскалировалась дальше. Вряд ли удастся снизить накал этой конфронтации. А во-вторых, потому что, как я уже говорил до этого, открытие Арктики ото льда создает очень, к сожалению, благоприятные перспективы, благоприятный фон для перетекания этой конфронтации на Арктику. Если бы Арктика оставалась под плотным ледовым покровом, если бы она оставалась сугубо замороженным регионом, то это перетекание происходило бы не так быстро. Оно бы тоже перетекало, но Арктика находилась бы на периферии, причем в глубокой периферии российско-американского и российско-натовского противостояния. Вот открытие Арктики ото льда лишает ее этого периферийного статуса, и она становится напротив чуть ли не эпицентром. Естественно, не эпицентром, но одним из регионов, где это соперничество происходит. И поскольку отношения Россия-НАТО конфронтационные, то да, и поскольку многие страны НАТО, и здесь уже было совершенно правильно сказано, большинство стран Арктического совета, западных стран Арктического совета, не все, Швеция и Финляндия не входят в НАТО, но Норвегия, Дания, Канада, Соединенные Штаты, Исландия являются членами НАТО. И в этой связи в рамках этого общего перетекания конфронтации на Арктику вовлечение НАТО в это противостояние и усиление такого общенатовского присутствия в Арктике, к сожалению, вполне реально. Что с этим можно делать? Как я уже говорил, обратить вспять это нельзя. С моей точки зрения, это можно лишь компенсировать и уменьшить интенсивность этой тенденции и компенсировать эту тенденцию развитием параллельно сотрудничества в рамках Арктического совета по общим вызовам и угрозам. Одновременно с этой конфронтацией все же страны Арктического совета, арктические страны сталкиваются с общими вызовами. Это деградация вечной мерзлоты, которая создает колоссальнейшие вызовы для всех стран, где эта тенденция происходит, что надо менять чуть ли не всю инфраструктуру, это колоссальные затраты. Это угроза жизни для местного населения, угроза привычного уклада для местного населения. Экономические, социальные, экологические вызовы и так далее. И необходимо развивать сотрудничество по этим вызовам, тем самым компенсируя рост негативных тенденций, усиление негативных тенденций и уменьшая доминирование, предотвращая доминирование этих негативных тенденций. Господин Суслов, позвольте процитировать слова уважаемого господина Лаврова. Он сказал, что если кто-то хочет больше предсказуемости, хочет снизить риски военного плана, то предлагаю вернуться к нашему давнему предложению о том, чтобы возобновить деятельность механизма регулярных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил стран-членов Арктического совета. Я думаю, в частности, это и затрагивает те моменты, которые вы отметили. Возможно ли это возвращение? Как отмечает Россия, они никогда не выступали против. Если другие страны согласятся, то такой формат сотрудничества может каким-то образом прояснить ситуацию и позволить странам решать вопросы за столом переговоров? Мне кажется, что действительно необходимо создавать механизмы деконфликтинга. Необходимо усиливать диалог по линии военных для того, чтобы повышать предсказуемость и уменьшать вероятность рисков и снижать интенсивность гонки вооружений. То есть, да, безусловно, этот диалог крайне важен. Другое дело, что я весьма настороженно отношусь к проведению данного диалога в рамках Арктического совета. Мне кажется, что этот диалог был бы более приемлем на площадке Совета Россия-НАТО или, в крайнем случае, на площадке ОБСЕ. Почему? Потому что не стоит затягивать военно-политическую проблематику в Арктический совет. Это его парализует. Арктический совет может оставаться дееспособным и полезным органом в случае, если он будет обсуждать неконфронтационную проблематику. Как раз вот социально-экономические, экологические вопросы, вопросы развития, климата, то есть то, где мы можем сотрудничать. Если мы втянем в деятельность Арктического совета конфронтационные моменты, то он будет, ну, по крайней мере, возникнет риск его паралича. Как это произошло со многими другими механизмами между Россией и Западом. К сожалению, это действительно так. Господин Авдонин, в чем эта ситуация опасна для Беларуси? Вы озвучили несколько важных, стратегически важных проектов, в которых участвует Беларусь, но если милитаризация продолжится. Стоит ли ожидать, что это негативно отразится на имеющихся и развивающихся проектов, тем более, если противостояние будет не только между США и Россией, но, как мы наблюдаем, там уже имеет свое место и Китай, который также не вызывает одобрения со стороны Соединенных Штатов Америки. И как, в частности, Беларусь готова отстаивать свои интересы в этом регионе? Знаете, если брать, в принципе, политику НАТО, особенно на границах Беларуси, то четко надо идентифицировать интенсивную подготовку североатлантическим альянсом инфраструктуры наступательного характера. То есть сейчас на территории Польши, на территории стран Балтии формируются военные базы, притом базы как раз приемки большого количества вооружений, военной техники и личного состава. То есть фактически мы видим не то, что приближение сил НАТО к границам союзного государства, но было правильно сегодня отмечено, что сейчас усиливается не только направление западного удара, восточно-западного удара, который мы рассматриваем именно как Беларусь или приграничные территории с странами Балтии, но как раз и арктические зоны. Потому что сейчас НАТО выступает не просто неким военным альянсом, действующим независимо в целях обеспечения безопасности Европы, но в первую очередь это организация, это инструмент, который реализует геополитические, в первую очередь финансово-экономические цели так называемого коллективного запада. И его интересы коллективного запада однозначно связаны с пресечением возможности создания альтернативы Суэцкому каналу. Китай, кроме Северного морского пути, надо понимать, реализует ряд проектов на территории Африки в обход Суэцкому каналу. То есть строятся магистрали, которые принимают грузы и в последующем сухопутным путем обходят Суэцкий канал. Это тоже вызывает дикую раздраженность стран коллективного запада, потому что создание альтернативы Суэцкому каналу фактически дает возможность утерять контроль над важными транспортными, а значит и финансовыми потоками. Поэтому допустить этого ни в коем случае нельзя. И отсюда истекает заявление о необходимости милитаризации зоны. В первую очередь милитаризация идет не во вред Российской Федерации, а скорее всего во вред взаимосвязи России, Китая и тех проектов, которые реализует как раз Пекин в рамках шелкового пути. В частности, когда мы говорим про страны, которые не входят в Арктический совет, эти страны не могут каким-то образом настолько нарастить свое военное присутствие в регионе, чтобы, скажем, каким-то образом компенсировать присутствие Соединенных Штатов Америки или же Российской Федерации. Так получается странам, которые не имеют выхода прямого к этому региону. Как им стоит действовать в этой ситуации? И возможно ли, что они могут создать свою зону или свой союз, или возможно организовать площадку, в рамках которой обсуждались бы вот эти глобальные насущные проблемы, которые сегодня разворачиваются, к сожалению, в этом регионе? Однозначно, как альтернатива деэскалации и демилитаризации современных тенденций, это важно. Но надо понимать, что страны коллективного Запада сейчас активно спешат создать те условия, которые бы могли в любой момент перерасти из простой ситуации наращивания вооружения на границах к открытому конфликту. Это мы очень хорошо видим. И однозначно в этих условиях какие-то миротворческие призывы не совсем корректны, не совсем правильны, потому что мы можем потерять время. Мы в действительности должны четко осознавать очень воинствующий характер стран Запада и в принципе коллективного Запада для того, чтобы получить инициативу. Для них сейчас важно и в принципе вот у них главная идея это наращивание стратегической инициативы для того, чтобы тот удар в случае, если они реализуют этот план, был конечным. То есть ответить на такое массированное воздействие никто бы не смог. И они это пытаются сейчас действовать в том числе и в арктическом регионе. На ваш взгляд, насколько далеко это может зайти? Я хочу, чтобы вы сделали такой дискурс подтверждения того, что мы сегодня обсуждали. Насколько далеко это может зайти? Насколько это может отразиться на имеющихся проектов, на имеющихся задумках, которые есть у других странах? И в частности, на ваш взгляд, ограничится ли это тем, что мы видим на сегодня? Или же турне господина Блинкина и предстоящий Арктический Совет, он все-таки является началом крупного противостояния между сверхдержавами, которые теперь уже переходят и в регион Арктики? Ну, на самом деле, любая военная конфронтация, любая милитаризация – это негативный фон для реализации важных инфраструктурных, экономических проектов. Дело в том, что Арктика – это, кроме того, еще масса возможностей для государств, масса возможностей для взаимодействия. Там огромный потенциал как природных ресурсов, так и с точки зрения научного освоения этого региона. Там действовали и сейчас действуют научные экспедиции, которые активно развивают научную инфраструктуру. Как раз-таки с учетом таяния ледников, это и является одним из актуальных вопросов, когда научные экспедиции с совместными усилиями, наоборот, нужно действовать в разработке этого региона, этой местности, а не наращивать противостояние. Конечно. Кроме того, здесь уникальная фауна, флора, ее нужно спасать от вымирания, в том числе в результате климатических изменений. И это все создает условия для взаимодействия. И это должны понимать, я так понимаю, осознают и политические круги в этих государствах. И кроме того, интерес к Арктике совершенно несправедливо было заметено демонстрировать все больше и больше количества государств. Вот в частности, не упоминалась здесь Япония, не упоминалась Южная Корея, у которых есть свои интересы в этом регионе. Число таких государств растет, почему? Потому что Арктика это все-таки привлекательный регион, с точки зрения новых экономических возможностей и так далее. И, конечно, думать очень хочется верить, что вот эта конфронтация, которая сегодня, к сожалению, набирает обороты, она будет иметь какие-то определенные пределы, определенные рамки. Почему? Потому что конфронтация в конечном итоге будет сдерживать и экономическое присутствие тех же самых государств в регионе, тех же Соединенных Штатов, той же Дании и других государств. Вот знаете, есть, конечно, и хорошие примеры сотрудничества, взаимодействия на острове Шпицберген, такой пример есть, и достаточно успешный, он еще с советского периода действует. Я думаю, что имплементация вот таких примеров, таких, скажем, таких локальных на сегодняшний день образцов взаимодействия. И в хорошем смысле этого слова реклама подобных проектов, она будет действенным образом сдерживать вот эту самую милитаризацию. Почему? Потому что затраты на военное присутствие в регионе, на конфронтацию, они по большому счету не оправданы, потому что они являются, скажем, фактором для откладывания реализации очень перспективных, очень важных проектов экономических и гуманитарных, если хотите, научных проектов, которые сегодня так необходимы этим государствам, но не только этим государствам, но и всему миру. Арктические экспедиции, которые осуществлялись в прежние годы, приковывали внимание различных государств, научной общественности, очень многих государств. Они были очень важными и носили существенный вклад в обогащение наших знаний, знаний человечества, о природе Земли. Я так понимаю, что с течением времени вот необходимость получения подобных новых сведений, исходя из наличия вот новой, скажем, базы, в том числе научной базы, значит, возрастает. И в этих условиях, конечно, те круги, которые делают ставку на милитаризацию, на усиление военного присутствия в регионе, они играют на прошлое, они отбрасывают государство региона назад. Я так понимаю, что понимание этого все-таки в конечном итоге сыграет благоприятную роль в том, чтобы, скажем, остановить вот эту тенденцию. Продолжим следить за развитием событий. В частности, мы знаем, что господин Блинкин направляется в Исландию на министерскую встречу Арктического Совета, который пройдет в среду и в четверг. Что будет озвучено, к какому выводу придут страны, разумеется, я уже могу подразумевать, что там будут обширные и широкие дискуссии. Также будет обсуждаться вопрос о присутствии НАТО в этом регионе, против чего, я уверена, выступит Россия, да и не только. На сегодня наше эфирное время подходит к концу. Большое спасибо, уважаемые эксперты, за интересные и насыщенные ответы. Спасибо. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова